Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. События путинских псевдовыборов засвидетельствовали абсолютную, безоговорочную победу тоталитарной системы силовиков, казалось бы, закрепивших себе абсолютное доминирование над всеми процессами в РФ. Культ всеобъемлющего контроля выступает базисом декларируемой стабильности на основной части российской территории. Вторжение в Украину привело к размытию пространства РФ. Значительные силовые ресурсы системы были переброшены в зону боевых действий и приграничья. Потому наметилось оголение многих участков сегмента безопасности, в том числе в столичных районах. Плоды данного процесса вызрели в виде событий 22 марта в Крокус-Сити-Холл в Красногорске. В путинском мире суперконтроля произошел масштабный теракт, который унес как минимум 150 людских жизней. Путин находится в оцепенении и ярости от докладов глав ФСБ, МВД, Следственного комитета Росгвардии. Ведь его пятый срок начинается с нового Норд-Оста, символично превращая правление в замкнутый круг. Только 20 лет назад российское общество из-за Чечни было лучше мобилизовано перед лицом террористической угрозы, чем сейчас. Ныне экс-славянскую Россию захлестывает бум как внутреннего естественного прироста мигрантов, так и возрастающие потоки гостарбайтеров из Центральной Азии, ставшие рассадником фундаменталистских идей с усиливающимся антироссийским сентиментом. Уже практически на 100% очевидно, что организаторами теракта в Крокус-Сити-Холле стали боевики ИГИЛ, официально взявшие на себя ответственность за черную пятницу путинизма. Сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям. На деле подтверждаю высокий статус и авторитет службы, как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России. Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество. Складывается просто удручающая картина для руководства ФСБ, которая проспала теракт бородатых. А ведь признаки грядущей беды лежали совершенно на поверхности. Начнем с истории отношений российских силовиков с ИГИЛ. Их контакты с исламистским монстром весьма неоднозначны. С одной стороны, российские военные много лет воюют с ИГИЛовцами на территории Сирии и заработали себе тысячи заклятых врагов-игиловцев, жаждущих мести. Но ГРУ сама причастна к становлению структуры с черным флагом, предполагая использование какой-то части ее контингента против интересов США. А в последние годы вела вербовку боевиков ИГИЛ в разных точках мира для отправки на войну против Украины. По линии Минобороны РФ в Россию были завезены тысячи экстремистских элементов, которых надеялись кинуть на фронт для уменьшения российских потерь. Это все страшно вылазит боком. Шире, смотрите, дело в нас с вами. Мы им, как народ, как русские, очень несимпатично. Внутри России циркулируют сотни тысяч единиц неучтенного оружия из зоны спецабосрации, что делает его доступным за копейки даже детям, не то что ИГИЛ. Очень злую шутку сыграл каргокульт Кадыровщины, в рамках популяризации которой татуировались любые негативы по отношению к исламистам. ФСБ из-за этого кусает локти, ведь людям Бортникова и ему самому за пропущенный теракт в Крокусе надо поотрывать головы. Тем более только две недели назад чекисты нейтрализовали в Москве ячейку ИГИЛ, а американцы заранее поделились с Москвой, согласно требованиям Duty to Warm, чувствительной информацией о рисках атак ИГИЛ на синагоге. Данное обязательство предупредить требует от американских спецслужб делиться информацией со спецслужбами противника, если это касается угроз для мирных граждан. Буквально недавно США также сообщили Ирану о рисках удара ИГИЛ, но в Тегеране высокомерно проигнорировали американские данные. И как итог, в ходе теракта в Кермане жертвами атаки ИГИЛ пали 94 человека. В Москве больше. И точно так российское руководство, а точнее сам Путин, проигнорировал предупреждения американцев. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Всё это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали. Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического центра, комитета, серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Российское политическое руководство по отношению к своим гражданам ведёт себя так же, как режим МУЛ в Иране. И как печальный итог, Россия стала проходным двором для ИГИЛ. Заметно, что нужны масштабные перестановки в силовом блоке. Как минимум, наказание виновных высоких чиновый из ФСБ и ГРУ за снижение уровня безопасности страны, за дисбалансы, ведущие к ситуации, когда правая рука, то есть ГРУ, завозя партии боевиков, не координирует свои действия с левой, не успевающей фильтровать наплыв тёмных персонажей в РФ, как оказывается, с более широкими целями, чем война за деньги на украинском фронте. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно таким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова